добрый день дорогие друзья с вами канал 1 австралии александр петров вот сейчас возник вопрос сейчас идет уже идет зачисление на высшее образование до ноябрьский интейк и идет вопрос о зачислении предметов то есть есть ребята которые закончили те или иные вузы в австралии бакалавриат на бакалавриат идут меня провайдера или закончили годичную пост град по мастерскую программу идут другого учебное заведение на что вам надо обращать внимание чтобы вам зашли предметы здесь какие важности первое чтобы это было двухгодичная программа nokia master bachelor обычно двухгодичные или больше затем важно чтобы вам зашли предметы и цена конечно то есть при маленькой цене как вы ее там добивать другой вопрос но выбором учебного заведения программы но вот у вас есть какая-то цена все теперь вы можете уменьшить количество предметов зачем дочитать и которые вы якобы уже учили и вот здесь есть одна тонкость который ребята не знают потом обижаются вы должны смотреть на программу если если есть в программе elective то есть предметы на выбор это значит эти предметы они не важны то есть можно делать что угодно их даже можно сперезачесть вот что они elective и если их нет если все предметы the core subject значит вы должны сделать подобные именно подобный точь-точь подобные предметы в других учебных заведениях например если вы делали чарльз-стюарт университис центра университета к план институт бизнес school вы делали эти предметы то соответственно их вам за что тоже сам кингсон институте но если вы делали допустим программ очень далекую от того что является мастером профессионал аккаунтинг или другой любой курс то соответственно те предметы которые ну типа как бы как бы важны они на самом деле это нельзя сделать то что core subject вы должны менять предметы на предметы абсолютно core subject потому что это уже идет академическое утверждение причем она идет уже через study in australia.gov.au и астреалин квалификация фреймворк то есть есть какие-то регуляции до какие-то законы а вот соответственно если мы видим программа имеет там 34 как раньше было четыре потом три предмета электива значит мы можем но черт знает что там он зачесть и все как бы нормально но если теперь все курс обжиг значит у вас должны быть предметы из этого курса если они не из этого курса вам не могут их зачесть просто потому что тогда вы не получите свою программу вы не получите 5 баллов вы не сможете подтвердить эту квалификацию соответственно проблемы с иммиграцией и вообще не будет короче говоря мы мы это сделать не можем программы меняются если в том же сам кейл и венверс институт или висии и джай викторию не вместе и так далее если раньше было очень много элективов но 6 предметов на на бакалавриате и 4 предмета даже 8 предметов на бакалавриате было и 64 предмета было потом три на магистратуре сейчас элективов нет он по крайней мере в кейлой нету соответственно за честь вам это не получится пожалуйста без обид и вот эти вот вопросы давайте с самого начала выяснять большое спасибо